всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 11 июня и вот вчера я когда показала петунию с прищипкой и без прищипки и сказала что вот такая вот буду лыжина вырастет если вы не прищипнете петунию зрительница одна анастасия который первый год выращивает она спросила можно ли сейчас на этом этапе прищипнуть петунию и правда ли что говорят что вот эту веточку можно посадить она укоренится я хочу сейчас быстро быстро ответить раз я все равно здесь толкусь около видеокамеры птицы говорить не дают вообще ну во первых я вчера забыла упомянуть что это я рассказывала и показывала пропас про простые петунии которые не гибриды есть же которые вот такие дорогостоящие мы покупаем их они вообще не надо их прищипывать они сами формируют я говорила о самых простых а тех с которых мы будем нынче собирать семена учиться они очень красивые с них такие же красивые пышные но создать создаются композиции вот эти кашпо но дело в том что они удобнее тем что вы можете сами собирать семена отказаться не покупать садовых центрах потому что вы знаете что там и не всегда схожие и дорогие я петунию всегда собираю семена сама макровые можно черенковать так вот про то что если человек упустил она вот не прищипнула вовремя упустила время можно ли сейчас исправить ситуацию да конечно считаете примерно раз два три 4 5 6 листьев делаете прищипку вот так короткую не бойтесь вы не испортите этим растения вы только улучшите смотрите сколько маленьких вот этих вот пасынков хотят вылезти когда не будет верхушки но корневая система здоровая взрослая что будет делать растения конечно она будет наращивать пасынки она вот так будет круглая как шар будет много 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 цветочных бутончиков а про этот черенок да вам сказали действительно правду он укорениться можно с одного кустика сделать несколько если у вас есть вот такие вот пасынки их тоже желательно прищипнуть останется вот такая через неделю посмотрите у нее будет много дополнительных побегов эти можно укоренить убираем два нижних листика заглубляем во влажный грунт можно в стаканчик можно сразу на грядку в землю если вы будете за ней следить и не дадите грунту пересыхать она укоренится петуния такое удивительное растение они похожи с томатом она тоже дает корни в любой части вот можно любую часть пихнуть в землю вот этот тоже например смотрите вы оторвали он длинный делим еще на две части вот с этого можно получить еще один куст и с этого еще один куст но если вы будете укоренять то лучше вот эту тоже убрать цветок во-первых много сил занимает а во вторых не надо чтобы он высоко тянулся все вот с одной переросшей петунии вы можете получить 4 кустика но сразу скажу что тот вырастет раньше и быстрее у которого уже есть корень а вот эти вырастут позже но тут самое важное не упустить чтобы они всегда были во влажном грунте вот эти вот некоторые даже сверху накрывают стаканчиком чтобы ну как бы создать парниковый эффект чтобы не было сухо ему там я никаким стаканчиком никогда не накрываю я сколько раз втыкала всегда все прирастает но это по-разному есть люди у кого легкая рука а если у кого тяжелая рука если у вас рука тяжелая я не знаю может быть не прирастет но обычно если в хорошем настроении с хорошими намерениями воткнете что-нибудь в землю она все дает растут и корни все до свидания я вот ответил анастасии что петуния она любит прищипки ее можно прищипнуть сейчас ее прищипывают еще потом вот прошла первая волна цветения и вот эти цветоносы вот которые уже отцвели они выглядят некрасиво мы можем летом еще покороче один раз так вот прищипнуть подкормить и она еще раз даст вам еще одну волну у меня всегда петуния цветет до снега идут падают снежинки на такие красивые красные здоровыми такие граммофончики вот такие петуния очень живучая она можно сказать что конкурент нашим томатом что томаты живучие что петуния живучие ее еще очень сложно уничтожить все до свидания это было про петунию для анастасии и для всех других все до свидания по